Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, в прямом эфире радио-телепрограмма «Якутск. Сегодня». Мы выходим одновременно и по телевидению, и радио НВК Саха, Тетим Сахарадиэта. Режиссёры Мария Новгородова и Михаил Эверстов, а у микрофона сегодня ведущий редактор Юрий Сергеев. Всех приветствую в этой минуте у экранов ваших телевизоров и радиоприёмников. Итак, в нашей сегодняшней передаче общественное движение «Юн армия». На что направлена деятельность этого движения? Зачем она нужна? Подробнее об этом в нашей программе через несколько минут. А далее в передаче во втором и в третьем блоках придут представители органов ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия. Каковы особенности и удобства суперсервиса рождения ребёнка? Поговорим об укреплении семейных ценностей и традиций. Эти и другие вопросы с представителями ЗАГСа чуть попозже, уважаемые телезрители и радиослушатели. Итак, мы начинаем нашу программу. Сегодня представлю нашего первого собеседника. Это замначальника штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юн армия» в Республике Саха-Якутия, преподавателя Якутской кадетской школы-интерната Романа Александровича Попова. Здравствуйте, Роман Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Да. Ну и обращаясь тоже к нашим слушателям и телезрителям. Если у вас в ходе нашей сегодняшней передачи возникнут вопросы к Роману Александровичу, то можете звонить нам на телефоны прямого эфира. 32 00 66 и 32 11 66. Ну что ж, Роман Александрович, давайте, ну, несколько слов о том, когда было создано это движение «Юн армия», цели задачи, какие она преследует. Пожалуйста, вам слово. Всероссийское детско-инношеское военно-патриотическое общественное движение «Юн армия» было создано по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Кожеговича Шойгу в 2016 году. Угу. Угу. И уже движение в общей сложности объединило уже более 1 миллиона юнормейцев. Угу. Вот. Также у нас, в наших районах создаются местные отделения. Вот. Движение является добровольным общественным движением. Дети могут вступать от 8 до 18 лет. Что-то дает вот юношам, значит, подросткам, да, вот, ну, желающим вступить вот в это движение «Юн армия»? При вступлении в «Юн армию» вы получаете дополнительные возможности. То есть у нас не только юноши, но и девушки являются участниками движения. То есть есть у нас отряды, которые направлены на патриотическое воспитание. Есть отряды, которые занимаются художественно-эстетическим воспитанием. Так, например, в городе Якутске открыт дом юнормии на базе детского подросткового центра города Якутска. Там есть отряды, допустим, автобус радости, кюн-мичер, танцевальные ансамбли. Ну, также есть и военно-патриотический клуб «Городской патруль». Точно так же дела обстоят и в республике. То есть у нас есть огромное количество военно-патриотических клубов. То есть всего в городе, ну, точнее, в республике Саха и Кухе порядка 10 тысяч детей охвачено именно такими патриотическими объединениями. Это 286 военно-патриотических клубов, 186 юнормейских отрядов, поисковые отряды, казачьи объединения, кадетские классы. Да, действительно, направления очень разнообразные, мне кажется. Как-то я смотрел тоже основную платформу деятельности движения юнормии. Там, в общем-то, и физические воспитания, и интеллектуальные тоже воспитания. Но основной, конечно, я думаю, что, наверное, патриотическое воспитание. То, что дается для юношей, скажем так. Ну да, разумеется. То есть это одно из основных направлений нашей деятельности. Конечно же, патриотическое воспитание, воспитание патриота нашей страны. Такие базовые ценности, конечно же, как гражданственность, семейные ценности прививаются. То есть ребята, которые у нас вступают в юнормию, они получают доступ к различным мероприятиям. Мероприятий проводятся очень много. То есть как по линии главного штаба юнормии, так и по линии Министерства по делам молодежи, Министерства по делам Министерства образования Республики Сахайя, Якутия. Понятно. Прежде чем стать членом этого движения юнормии, ребята, кстати, присягают. Они тоже клятву тоже, да? Приносят клятву. Приносят клятву, да. То есть для того, чтобы вступить в юнормию, у нас дети до 14 лет могут написать при помощи своих родителей, законных представителей, заявления, согласия. Если дети старше 14 лет самостоятельно пишут такое заявление на вступление. Сейчас главным штабом юнормии разработано мобильное приложение, которое работает как на Android, так и на iOS. Скачав это мобильное приложение, установив на свое мобильное устройство, можно зарегистрироваться в юнормии, так скажем, получить свой уникальный идентификационный номер юнормейца. То есть есть автоматизированная информационная система АИС юнормия. То есть ребенок получает свой идентификатор, регистрируется в приложении и далее сможет отслеживать различные мероприятия, деятельность, новости. Там же есть ссылки на необходимые документации, уставные документы. Именно оттуда он может качать заявление. То есть после этого данная заявка попадает в региональный штаб, после чего рассматривается статус, получает ребенок кандидат. Есть кандидаты, потом, соответственно, когда мы связываемся с ребенком, уже им назначается дата торжественного вступления. Ну вот у юнормейцев своя символика, своя форма, кстати говоря. Совершенно верно, есть у юнормейцев форма. То есть, наверное, вы уже видели наших ребят, которые бывают в красных полу, в футболках. Такая бежевая форма у них есть, такая полевая, очень красивая. Береты, на берете кокарда в форме орла. Но между тем, конечно же, наличие форма не является определяющим фактором для юнормейца. То есть можно быть юнормейцем и без формы. Вот если говорить конкретно о якутской кадетской школе-интернате, какие мероприятия проводят члены движения юнормия? Мероприятий очень много. Очень много, да? Да, то есть в якутской кадетской школе, на базе якутской кадетской школы, не только штаб юнормии действует, еще и создан учебно-методический центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Авангард? Авангард, да. Приказом Министерства образования Ноки, Республики Саха и Якутия. То есть и по линии юнормии, и по линии Министерства образования Республики Саха и Якутия проводится очень много республиканских соревнований, в которых могут принимать участие как юнормейцы, кадеты, так и все жители нашей республики, дети обучающихся образовательных школ. То есть среди таких крупных мероприятий это военно-спортивная игра «Снежный барс», например, военно-спортивная игра «Защитник Отечества», «Казачий сполох», есть научно-практические конференции «Науки юношей питают», «Очизни посвятим», различные конкурсы рисунков. Допустим, сейчас буквально недавно завершился республиканский конкурс рисунков «Мой космос», в котором приняло участие более 300 детей нашей республики. Вот военно-спортивная игра «Победа» же, да, ведь тоже существует. Кстати, вот как эти игры проводятся вообще у нас? Это раньше, если была такая игра, вот как тоже, да, «Зорница», «Зорница», да, всем известная тоже. Многие через неё проходили, наверное, тогда ещё, да, в юношеские годы, скажем, в подростковом возрасте. А сейчас вот как организуются вот эти подобные игры спортивные? Вот как раз-таки военно-спортивная игра «Победа», да, очень хороший вопрос, она проводится именно по линии юноармии. То есть во всех 85 регионах нашей страны проводятся сначала муниципальные этапы игры, то есть в нашей республике... Поэтапно, да? Да, в нашей республике есть уже очень большая такая, очень большой традицией игра «Снежный барс». Это республиканские военно-спортивные игры «Снежный барс» уже более 20 лет проводятся, и эта игра является оригинальным этапом всероссийской военно-спортивной игры «Победа». То есть сначала школы взрывнуются между собой на муниципальных этапах, потом проводится региональный этап, и в конце концов победители регионального этапа получают путевку на всероссийскую военно-спортивную игру «Победа». Игра проходит, как правило, в летнее время в Москве, на полигоне Алабина. И нашу республику вот уже два года подряд представляли команды Чуропчинского района. Какие достижения у наших ребят тогда? На самом деле ребята выступают очень достойно. По некоторым конкурсам, соревнованиям, входят в десятку, в прошлом году на этапе «Дорога победителей» заняли второе место, и очень хорошие результаты по строевой подготовке, по разборке-сборке автомата. Но там участвуют именно старшие нормейцы в этой игре. То есть это 17 лет. — 17 лет, да? — Да. Есть игра военно-спортивная для более младшего возраста детей. То есть с 5-6 класса дети могут участвовать в игре «Защитник Отечества». Это тоже республиканская военно-спортивная игра. — Да, конечно, для юноши это даёт всё-таки мотивацию для своего исполнения в будущем уже конституционного долга по защите нашей родины, отчизны родной. — Совершенно верно, конечно. Потому что юнармия вообще у нас действует по четырём основным направлениям. Это интеллектуальное развитие, физическое развитие ребёнка, социальное, художественно-эстетическое. И, естественно, вступая в юнормию, ребёнок получает какие-то базовые ценности, помогает раскрыть духовный потенциал личности, формируется нравственная позиция. То есть деятельность юнормии вообще направлена, конечно же, на правительство доброты, сочувствия, совестливости. То есть у нас юнормейцы участвуют в волонтёрском движении. — Вот многие, наверное, телезрители и радиослушатели тоже думают, что кадетская школа, там в основном, наверное, уже, скажем, уже будущие воины почти, да, уже ребята, которые поступают затем на высшее учебное заведение различных ордовых войск, да, вооружённых сил России. Но на самом деле это не так, наверное, да. Люди идут уже, ребята уже выбирают любую профессию, гражданскую в том числе, прежде всего, наверное. — Ну, в какой-то мере, может быть, это и правда. — Да. — Но вообще у нас в последние годы поступают очень мотивированные дети. У нас достаточно большой конкурс на поступление Якутской кадетской школы-интернат. То есть дети поступают в седьмой класс, дети проходят экзамены, создают экзамены — это физическая культура, русский язык, математика, психологическое тестирование. И когда они уже выпускаются, они поступают как гражданские, так и в вузы селок. — Хорошо. Ну что ж, спасибо вам. Сегодня у нас в студии был наш первый гость. Это заместитель начальника штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В республике преподаватель Якутской кадетской школы-интерната Роман Александрович Попов. Спасибо вам за участие в нашей телерадиопрограмме. Пожелаем успехов и воспитанникам кадетской школы-интерната, и вам тоже в вашей работе. Спасибо. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск. Сегодня». Продолжаем наш прямой эфир. Ну, наши очередные участники телерадиопрограммы — это заместитель руководителя отдела управления записи актов гражданского состояния ЗАГС при правительстве республики по городу Якутску Ирина Степановна Андреева. Здравствуйте. Приветствую вас. И главный специалист этого же отдела Юлия Иннокентьевна Наговицына. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, уважаемые слушатели и телезрители, конечно, если у вас возникнут вопросы к представителям ЗАГС, то, пожалуйста, задавайте свои вопросы по телефонам прямого эфира. Напомню еще раз. 32 00 66 32 11 66. Ну что ж, вот многие наши телезрители, радиослушатели, ну, в общем-то, и люди тоже говорят о том, что ЗАГСу это понятно, да, где кроме, скажем так, браков больше ничего не заключают. На самом деле это не так, конечно. Я думаю, что, Ирина Степановна, опроверните это, да, мнение наших, многих, некоторых наших телезрителей и радиослушателей. Ну, наш отдел ЗАГС по городу Якутску находится в Старом Городе, в очень красивом месте, напротив Перебреженского собора. Да, есть там красивое здание такое. Да, и мы между собой так и называем дворец бракосочетания. То есть мы с Юлией Иннокентьевной работаем во дворце. Но, конечно, население, молодые люди в основном. Да, в основном, да. Они же знают, что это только браки, только рождения. Но это же так хорошо. Пусть молодые люди знают только это, правильно? Да. Но кроме браков, рождения, у нас еще есть еще пять основных видов. Это браки, разводы, установление отцовства, усыновление, перемена имени. И вот кроме этих семи актов гражданского состояния, у нас есть еще юридические значимые действия. То есть это внесение изменения, исправление в актовые записи. То есть бывает, что там ошибки совершили в какие-то старые годы, выдача повторных документов, да, кто-то потерял. Ну и работа по запросам с организациями. То есть у нас очень-очень много работы. Понятно. Поэтому говорю, лучше, конечно, молодежь, пусть так и думает, что мы работаем только с молодоженами, только с новорожденными детьми. Ну вот вы назвали там вот те основные моменты вашей работы. Мы тоже потом чуть попозже подробнее тоже остановимся. А ведется ли у вас статистика? Тоже такой вопрос возникает всегда у многих. Если да, то ознакомьте, пожалуйста, с статистическими данными по видам актов гражданского состояния. Как изменился уровень рождаемости в регионы за последние годы? Вот вопрос хочу задать Юлии Иннокентьевне, пожалуйста. Так, у нас ведется такая статистика. Мы ведем ее ежемесячно, ежеквартально, в полгодия и за год. Далее эти сведения мы передаем в управление ЗАГС при правительстве Республики Сахар-Якутия. И они уже делают свод по всей Республике. Если взять прошлый год, за 2021 год, по всей Республике у нас зарегистрировано более 12 тысяч актовых записей о рождении, в том числе более 5,5 тысяч по городу Якутску. Понятно, что город у нас большой, и, соответственно, записей актов у нас составляется больше в разы. Вообще, наша Республика занимает лидирующие позиции по рождаемости на Дальнем Востоке. Так, за прошлый год количество актовых записей, составленных по заключению брака, по всей Республике у нас составило более 5,5 тысяч актовых записей, в том числе более 2 тысяч, если точнее быть, где-то 2300 актовых записей по городу Якутску. Если взять, сравнить 2020 год, но мы все знаем, что это год был начала пандемии, если сравнить 2020-2021 год, то количество записей актов о заключении брака брака повысилась по всей Республике на 1110 актовых записей. Ну, это понятно, потому что в 2020 году у нас были ограничительные меры, у нас торжественные регистрации не проводились, из-за этого люди переносили свадьбы некоторые, мы так думаем, да? Откладывали. Откладывали, можно сказать. Ну, сейчас, когда уже спад пошел, скажем так, небольшой, уже, значит, наверное, заявлений уже много поступает. Да, увеличилось количество. Сейчас очень много стало. Вообще, если взять все виды актовых записей, как Ирина Степановна сказала, у нас всего 7 видов актовых записей по всей Республике зарегистрировали в прошлом году более 37 тысяч актовых записей. Эти показатели у нас с каждым годом растут за счет количества рождений и записей акта о заключении брака, что является, конечно, хорошей тенденцией. Да, все-таки вот вы, как работники, представители управления ЗАГС при правительстве Республики, когда же мы достигнем миллионного жителя? Говорят, совсем немного осталось. Да, совсем немного, потому что каждый год все-таки у нас всегда идет прирост населения. За счет приезжих, да. И, пожалуйста, да, и многие, кто приехал у нас с семьями приезжают, да, из других стран, и они рождают здесь, и, как правило, это многодетные семьи. Хорошо. Ну, думаю, что все-таки это когда-то случится, и мы все-таки будем тоже отмечать миллионного жителя нашей Республики Саха, Якутия. Вот, ну что ж, и вот теперь давайте, уважаемые телезрители и радиослушатели, если какие-то вопросы есть представителям ЗАГСа, то, пожалуйста, звоните. 32 00 66 и 32 11 66. Они ответят на любые вопросы, так, Ирина Степановна? Да. Ну, давайте теперь вот перейдемте к тем, о чем вы говорили, Ирина Степановна, выше, да, вот имена. Меняют, сейчас имена вот часто меняют, наверное, да. Какие вот имена для детей наиболее популярны вот сегодня? Назовите, пожалуй, самые редкие и, может быть, самые необычные имена. Я, наверное, отвечу, да? Юля, пожалуйста. Так, вообще сохранилась такая тенденция, то, что вот популярность имен, она сохраняется в течение пяти лет, ну, меняется только позиция. В прошлом году, например, как и за последние пять лет, самыми популярными именами среди девочек в топе у нас, так скажем, в пятерке, это имя Алиса, София, Ева, Милана и Виктория. Виктория. Среди мальчиков у нас, значит, популярные имена это Артем, Александр, Тимур, Максим и Даниил. Ну, и есть еще такие, так скажем, необычные имена. Это обычно имена иностранного происхождения, да? Среди девочек это Джулета, Джулия, Жозефина, это в прошлом году, Луна, Офелия, Сакура. Среди мальчиков у нас есть Андерсон, Антуан, Билл, Гектор, Космос даже есть. Лео, Марс, и в этом году называли одного мальчика Якутск. Якутск? Да. Ну, вот так случилось то, что вот популярные имена же говорим, я сама, как многодетная мама, так случилось то, что у меня сына зовут Тимур, а дочку зовут Ева. Ева. У меня дочь зовут Алиса. Алиса, да? У меня тоже внучка Джулия, ну, это, скажем, иностранное имя, оказывается, да? А еще, да. Ага, ну что ж, так, ну, теперь вот что хотелось бы, а телефонный звонок, дайте послушаем тебя, алло, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что вышли за статистика, почаще бы. Так, у меня два вопроса, это из города Якутска, Яков Сифсев. Слушаем. Два вопроса. Ага. Вот, рождение, да, вы данные дали, хорошо. А по национальному составу есть, можете озвучить? И второй вопрос. А в прошлом году сколько человек умерло? Вот это у вас есть данные? Ага. Так, Ирина Степановна, думаю, к вам, да, вопрос? Ну, по городу Якутску. Да, насчет национального среза, да. Сейчас национальность у нас указывается по, ну, как, не сейчас, всегда так было. Указывается по желанию самого гражданина, который подает заявление. Но есть у нас еще и, ну, такая, как графа, прочерк. Да, да. То есть многие сейчас, ну, есть такое, что они не хотят указывать свои национальности. Может быть, не определились еще, да, то есть в роду есть несколько национальностей, да, а дети еще не определились, поэтому они сейчас пока не могут вот на какой-то такой момент жизни определить свою национальность. Поэтому у нас такой статистики не ведется, да. Конечно, очень многонациональная у нас республика, разные национальности есть, да. Поэтому сейчас навскидку сказать конкретно вот так, 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 такой процент, такой-то, такой-то, тоже я сейчас не могу. Понятно. Ну и второй вопрос. Да, и по второму вопросу... Ага, там по умершим было, да, вот есть такая статистика или нет? Так, в прошлом году, это у нас 2021 год, да. Ага, так. Так, ну, я скажу только примерно. Ну, да, хотя бы. Было в прошлом году, только по городу Якутску. По городу Якутску нас интересует, да. Три тысячи... Сколько было тысячи? Три тысячи. Три тысячи. Три тысячи, да. Около трех тысячи, да? Нет, три тысячи. Более трех тысячи. Хорошо. У нас еще один телефонный звонок. Давайте послушаем тебя. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Я бы хотела бы задать работникам ЗАГСа пару вопросов. Так, пожалуйста, времени очень мало, покороче. Ага. Первый вопрос. В каком профиле специалисты работают у вас? Может быть, юридического направления или какого-нибудь философского или какого-нибудь... Хорошо. Второй вопрос. И второй вопрос у меня. Владеют ли ваши работники вторым государственным языком, якутским языком? Спасибо. Так, ну что ж, у нас до ухода на рекламу остается совсем немножко времени. Так. Ирина Степановна, вам. У нас в основном юристы. В основном юристы? Да. Ну, что-то... Так и должно быть. Так и должно быть. Но юристы, они получают как второе образование. У нас много преподавателей, в смысле учителей, да? Языка филологов. Филологов, конечно. Да, первоначальное образование. Потом переучиваемся. Мы можем переучиться в походу. Работа, да. Поэтому, на самом деле, у нас какой-то широкий профиль. Но в основном юридическое образование. Понятно. Ну и владеет ли вторым государственным языком? Конечно, мы все владеем. Это наш родной язык. Конечно. Здесь нам все владеем подъездом. Вопрос такой тоже. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы скоро уходим на рекламную паузу. Потом будем возвращаться вновь в студию нашу. Мы продолжим. Аль, пожалуйста. Да, вот перед звонком у нас мы по редким именам, да, мы, я хочу добавить. Ну как, добавить что-нибудь, да? Пожалуйста. Вот всегда хотел рассказать такое, что у нас в ЗАГСе тоже есть очень редкие имена, уникальные имена. То есть у нас есть Тамара Римма, Маргарита, это редкие имена, и Фросиня, да. А есть просто уникальные имена. Это Сулгунда, Харчана и Оделия. Оделия. Да, это наши все работники ЗАГС Республики, да. Ну что ж. Ну, по городу якутскому. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Сегодня у нас в студии на вопрос отвечают замруководители отдела управления записи актов гражданского состояния ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия по городу Якутску Ирина Степановна Андреева и главный специалист этого отдела Юлия Накентьевна Наговицына. Вы, уважаемые телезрители и радиослушатели, готовьте свои вопросы, и скоро мы будем уходить на рекламу. Дождитесь нас, мы вновь появимся в эфире и телевидение, и в эфире радио, и продолжим нашу передачу. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. ЗАГСа по городу Якутску Ирина Степановна Андреева и главный специалист этого отдела Юлия Накентьевна Наговицына. Телефоны, напомню, 32-00-66 и 32-11-66. Готовьте вопросы, уважаемые телезрители и радиослушатели, пока есть возможность, доступность участникам нашей сегодняшней телерадиопередачи. Ну что, следующий вопрос, хотелось бы узнать, да, из моих прекрасных дам, это о том, что изменилось за последние десятилетия от работы с архивным фондом. Архив всегда, он очень необходим, он очень актуален для многих жителей нашего города Якутска. В школе вы работаете только по отделу, занимается городом Якутска. Вот это все, да, вот какую работу сейчас вы проводите, как часто обращаются населения к вам? Ну, архив ЗАГС, это, конечно, это в первую очередь наша основа, основа нашей работы. Золотой фонд я бы назвал так же. Практически, да. С 1926 года у нас имеются, хранятся в нашем отделе старые книги, самые, вот когда родители приходили называть своих детей, а отберят, да, вот эти же книги, они хранятся в нашем отделе. Все имеются в двух экземплярах. Первый экземпляр у нас, второй экземпляр в Республиканском архиве ЗАГС. Мы к этому, конечно, очень бережно относимся, и с 2018 года у нас пошла активная оцифровка всех этих книг. Представляете, какая огромная была работа по всей стране. Все записи наши, ваши, все были оцифрованы, внесены в единый государственный. Да, в единый реестр государственный. Ну и, соответственно, конечно же, упрощение нашей работы, приведение к одному, да, вот знаменателю, все. Очень-очень интересное у нас сейчас вообще, интересное время проходит, потому что раньше было в двух экземплярах, сейчас только в одном экземпляре. Книги у нас увеличились, мы думали, что уменьшатся, уменьшатся, но, тем не менее, бумажные книги почему-то увеличиваются. Да, потому что мы не только в цифровом варианте, да, актовые записи имеем, но, тем не менее, дублируем в единственном экземпляре, в книгах, потому что, конечно, все, что написано пером, конечно же, никак не вырубить. Поэтому это наша основа. В первую очередь мы работаем с бумагой. Да, хорошо. У нас телефонный звонок, давайте послушаем тебя. Алло. Ага, я буду говорить, ага. Да, пожалуйста, говорите. У меня вот такой вопрос. Я вдовой встала, у меня свидетельство о смерти есть, а на пенсионном фонде говорят, что я как будто замужняя женщина. Это как убрать, наверное, от меня? Так, еще один телефонный звонок, давайте послушаем тебя от очередного нашего. Алло. Алло. Да, да, да. А, здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересная, хорошая передача идет. Я вот хочу жительство. Так, пожалуйста, ваш вопрос. Мы слушаем очень внимательно. Вот у меня такой вопрос. Якутска. Так, 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 слушаем. Очень хорошая традиция есть у работников ЗАГСа выпускать альбомы «Золотая семья Якутии». Так. Да, есть такой. Мы уже выпустили семь. Ага. И вот эта книга уже почти каждый год выходила. Так. Альбом книга. Да, да, да. И вот мы в 2020 году справляли, ну не справляли, пандемия же была. Да, да, да. Поэтому исполнилось нам 50 лет совместной жизни, золотая свадьба так называемая. Так. И по объявлению мы передали на электронную почту. Ну и еще я приходила по Кирову улице в бумажном варианте. Так. И материалы там как раз на истории любви, там на семье, в работе. Все понятно. И вот я хочу узнать, когда выйдет эта книга, в которых «Золотая свадьба» была в 2020 году. В 2020 году еще, в 2020. Так? Так. У нас книги на самом деле выходят с периодичностью, да, 2-3 года. То есть не ежегодно. Нет. Потому что это очень большое производство. Составляются списки по ходатайству у нас округов города Якутска. Там, к сожалению, к сожалению, большому, потому что книга республиканская, с республики тоже, да, по городу Якутску тоже какой-то все равно есть список. Поэтому всех-всех-всех желающих мы никак не можем. Но поэтому идет выборка. Ну, как-то вот пишут статьи, сами семьи приносят, да. Вы, пожалуйста, уважаемый зритель, слушатель, вы можете обратиться, потому что в 2020 год мы только, скорее всего, еще не формировали, да. Вы должны будете обратиться в управление ЗАГС, да, с этим вопросом. И 20-е, 21-е, ну, вообще вот эти годы мы еще, еще работа только-только, по-моему, скоро начнется. Понятно. Ну, нужно обратиться тогда в управление, да. Да, да. Они еще... Головное управление ЗАГС, да, вот он есть у нас в республике Сахай-Якутия при правительстве. Так, а вот тот первый вопрос, который до вас стало, вот, юридически. Ага. Тут что можете сказать? Это пенсионный фонд у нас, конечно, наши данные тоже видит, потому что у нас единая база. Поэтому, если бывает, что какие-то данные не ушли, может быть, несоответствие какое-то, да, лучше обратиться в наш отдел, прийти, у нас есть администратор, там не надо очередь никакой занимать. У администратора спросить, тут же показать, и мы тут же с вами... Адрес назовите, пожалуйста. Кирова-5. Кирова-5. Да, в старом городе. Водил ЗАГС по городу Якутску прийти, показать, хотя бы отправить, если вы сами не сможете, отправьте кого-нибудь. Мы сразу отработаем, посмотрим, что там, какие несоответствия, если есть. Все это устраняется. Хорошо. Ну, что ж, я думаю, что наша телезрительница и радиослушница сделают так же и придет вот по этому адресу, да. Так, ну, 32-00-66, 32-11-66, еще немножко времени у нас есть, уважаемые слушатели и телезрители, еще ждем ваши вопросы. Так, теперь хотелось бы вот такой вопрос. Органы ЗАГСа перешли на новый формат работы через федеральную, государственную информационную систему, единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, да. Вот как сейчас осуществляется работа через эту систему? Вот я вопрос хочу задать, вот, пожалуйста, Юлии Иннокентьевне. С октября 2018 года на все территории Российской Федерации, все органы ЗАГС, введена новая информационная система, называется она Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния в сокращении ЕГР ЗАГС. В 2020 году нами проведена масштабная работа по конвертации и выгрузке всех актовых записей из региональных информационных систем в федеральную, то есть в ЕГР ЗАГС, да. Всего было оцифровано и передано в ЕГР ЗАГС более трех миллионов актовых записей по всей республике, начиная с 1920-х годов до 30 сентября 2018 года. С этой грандиозной работой справились благодаря самоотверженной работе всех сотрудников отделов ЗАГС по всей республике, а также аппарата управления ЗАГС. И сразу скажу, в чем польза для наших жителей. В чем удобство? В чем удобство? Удобство очень тоже огромное, потому что будучи, тем более у нас экстерриториальность объявили, то есть мы сейчас не привязываемся к прописке, как некоторые актовые записи, да, то есть перемена, внесение исправления, раньше было только по прописке отправляли там, вы здесь живете, прописка у вас там, идите туда, такого нет. Вы приходите в любой отдел, где вы пребываете, да, физически находитесь, в любой точке Российской Федерации. В любом регионе даже, да? В любом регионе, да, в любой точке Российской Федерации. И приходите в ближайший отдел, говорите, заявление подаю, и уже работник, например, Краснодарского края видит вчерашние актовые записи, которые сделаны в Якутске. То есть у нее уже доступ, она уже все видит на экране. И, соответственно, человек, который находится в другом регионе, он может получить все необходимые документы, подать любое заявление, да, в отдел ЗАГС, то, что он хочет заявить, о чем он хочет заявить. Поэтому это очень удобно. Да. Ну, сейчас вот идет частичная мобилизация, да, вот призыв вооруженной силы Российской Федерации. Вот говорят, что сейчас вот увеличилось количество браков, да, в связи с этим. Даже отцовство тоже увеличилось. Да, установление отцовства. Это точно так, да, в действительности? Да, да, да. Пожалуйста. Сейчас как у нас есть приказ о том, чтобы регистрировать браки, да, и по мобилизации по городу Якутску за 21 сентября зарегистрировано уже 90 браков именно по этому направлению, да, то есть повестка, там, общие дети. Они думали, они ходили до этого, ну, вот уезжает, да, жених, и тут же мы в день обращения сразу... Сразу же, да? Сразу тут же регистрируем браки, и у нас уже вот 90 человек. То же самое по установлению отцовства. То же самое по установлению отцовства, да? Да, так же сразу приходят, и сразу же делаем там вместе. А вот в чем вот отличие отцовства в установлении и в усыновлении? Да, кстати, очень многие путают вот эти два понятия. Установление отцовства – это когда у родителей ребенок родился без заключения брака, то есть до заключения брака, или же просто они решили не регистрировать свои отношения, а просто родить ребёнка, соответственно, мама рожает ребёнка и приводит своего отца-ребёнка, своего гражданского, как мы говорим, мужа, и подтверждает, что он отец. А усыновление — это когда чужого, то есть не биологического ребёнка усыновляют. Либо мать, женщина, либо мужчина. Обычно это бывает либо одинокая мама, либо родители в браке. Хорошо. Ну что ж, ваши пожелания в конце, буквально секунды. Ирина Кентьевна, вам. Ну, мы как работники ЗАГСа, да, наверное, мы всё время будем говорить то, что пропагандируем вообще рождаемость, семейные ценности и традиции. Ага, хорошо. Несмотря на тяжёлые времена, мы должны всегда уверенно знать, что всё равно когда-нибудь станет очень хорошо, и в ЗАГС приглашаем только по хорошему поводу. Пожалуйста, приходите столько, ну, когда вы хотите жениться, рожать детей. Спасибо. Ну что ж, на этом наша передача сегодняшняя, уважаемые зрители и радиослушатели, подошла к концу. Всего доброго, до свидания, успехов вам!